К нам присоединяется Андрей Длигоч, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Обсуждаем с нашими гостями мы визит Владимира Зеленского в США, он продолжается. И вот в рамках этого визита глава государства встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. И вот в первую очередь, что обсудили, это использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины. Зеленский поблагодарил за первый транш, это такая внушительная сумма, 1,5 миллиарда евро. И вот стороны говорили о том, что этот процесс надо бы как-то ускорить. Скажите, а как можно это сделать? Фактически и политическое, и в большой степени техническое решение по передаче Украине 50 миллиардов долларов как будущие доходы от использования российских активов уже принято. Более того, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила о том, что 35 миллиардов евро, та часть, которая относится к Европейскому союзу, там решение уже фактически есть даже если Соединенные Штаты в отношении своей части этой суммы решение не примут. Думаю, что вот как раз сейчас те встречи, которые происходят в Вашингтоне, ускорят принятие решения с Соединенными Штатами, и мы до конца года сможем получить уже не только эти 1,6 миллиардов евро, а существенно большую сумму. Думаю, что сумма будет исчисляться десятка миллиардов евро, а общую сумму 50 миллиардов евро мы получим до конца 2025 года. Также во время встречи Зеленского и Мишеля шла речь о санкциях, точнее блокировании любых обходных путей для пополнения военной экономики России. Как Вы считаете, о чем может идти речь, если это про новый санкционный пакет, то что прежде всего, на что прежде всего нужно обратить внимание? Мы, как известно, с начала 2022 года подаем и в Европейский совет, и в Еврокомиссию, и нашим американским партнерам вместе с 600 экономистами по миру наше предложение по тому, какие санкции должны быть введены. Для текущего момента только 70% из тех санкций, которые мы разработали тогда в марте 2022 года, имплементированы. Наша позиция такая, что должны быть усилены существенно финансовые санкции. Сейчас они касаются далеко не всей финансовой системы России, не всех банков. И да, остаются инструменты для введения вторичных санкций, то есть прекращение обхода санкций через Грузию, через Объединенные Арабские Эмираты, через азиатские банки, даже, представьте себе, через Гонконг. Вот закрыть эти дырки финансовых потоков – первая задача. Вторая задача – сделать невозможным так называемый параллельный импорт, то есть фактически контрабанду в Россию, продукции двойного назначения и электроники. Здесь, как мы видим, продолжаются закупки России по миру через Африку, через страны Азии, той техники, тех технологий, которые позволяют выстраивать военно-промышленный комплекс России и продолжать производить ракеты, в которых больше 110 компонент западных, в том числе американских. Санкции на те компании, которые помогают России обходить первичные санкции – это вторая задача, которая должна быть решена. Третья задача – это, конечно, энергоносители и усиление торгового эмбарго на нефть и нефтепродукты из России, на металлы. Далеко не все еще запрещено. И на другую продукцию, в том числе, конечно, агропродукция, она пока остается вне эмбарго, но как минимум химию. Химическую промышленность российскую точно можно ограничить от экспорта. Ну и, наконец, еще две вещи, которые крайне важны. Это санкции на компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией, европейские в том числе. Осталось несколько сотен европейских компаний в России. К сожалению, политического решения нет. Больше того, многие политические партии в Европейском Союзе как раз сейчас выступают против подобных ограничений. Ну а последнее – это персональные санкции. Список персональных санкций сейчас остается достаточно минимальным. Наша позиция состоит в том, что развалить реально российские элиты – это один из лучших сценариев ускорения прекращения войны и приведения России к демилитаризации и демократизации. Так вот, расширение списка персональных санкций на десятки тысяч чиновников, региональных чиновников, медийных деятелей, военных деятелей, бизнесменов с параллельным предложением так называемой exit strategy, то есть стратегии того, что санкции будут сняты и получат амнистию, соответственно, деятелей, если в момент, чем прекратят поддержку преступного режима и заявят об этом публично, что приведет к остановке эффективности этого режима. Вот такой подход, с нашей точки зрения, будет эффективным для ускорения мира. По финансовым санкциям хотел бы уточнить, очевидно, их польза, ну, естественно, не для России, то есть возникают проблемы с банковскими расчетами с Китаем, в последнее время вот та же информация поступает и из Турции, естественно, Россия будет пытаться их обходить, то есть говорят уже о бартере, о каких-то золотых слитках, даже до криптовалюты дело дошло. Есть ли у России возможности обходить эти санкции? Есть ли у Соединенных Штатов и тех, кто, в принципе, этим занимается, контролировать, как Россия пытается их обходить? Мы делали расчеты в этой связи и, что характерно, бартерные операции, да, возможны, но они приводят к повышению стоимости транзакций примерно на 30%, поскольку возникает большая необходимость в страховании, в юридическом обеспечении и большая рисковость подобных операций, ведь обмен, в котором есть твердая валюта, он зафиксирован в цене и в ценности, а когда обмениваются двумя товарами, ценность которых может во времени существенно меняться между моментом заключения контракта и реальной сделкой, а также существуют взаимные риски и логистики этих товаров, все это существенно удорожает процесс обмена и делает его рисковым, соответственно. То же самое с криптовалютами. Волатильность криптовалют очень высока, и вопрос того, что вовсе криптовалюты не являются непрозрачными для американских и европейских спецслужб, такие транзакции все равно остаются крайне прозрачными, их легко прекратить. Действительно, пока реалистичными являются скорее действия, действия, которые происходят в Турции, в Индии, когда в Турции, например, все крупные банки отказываются от прямого сотрудничества с Россией, но выделен один банк, куда фактически слиты все эти транзакции. Банк, в котором меньше переживания по поводу репутации будущего, и он отвечает за эти транзакции. Грузия, ну мы видим все, что происходит в Грузии с политическими изменениями, и, соответственно, Грузия остается одним из тех каналов отмывания российских денег. Объединенные Арабские Эмираты, там меняется политика, я не могу сказать, что Объединенные Арабские Эмираты пользуются моментом полностью, нет. Там тоже постепенно идет отказ от грязных российских денег. Такую еще информацию от Росстата хотели с вами обсудить. Российская промышленность начала отдавать четверть прибыли на проценты по кредитам. И ситуация ухудшается на глазах, говорят аналитики. Тяжелее всего это транспортному машиностроению приходится, железнодорожному, авиасудовому. В нем компании отдают банкам более 60% прибыли. И очень сильно от санкций страдает деревообработка. Там тратят на процентные выплаты 44% того, что зарабатывает. А что дальше? Ну, по сути, они должны сокращать рабочие места. Не говоря о том, что в модернизацию они вкладывать ничего не могут. Или вообще закрывать предприятия? Ну, конечно, для того, чтобы модернизировать что-то, необходим финансовый ресурс. Финансовый ресурс дорожает. Как известно, учетная ставка Центрального банка России поднята и будет подниматься и в октябре. И 20% не предел. Все это удорожает кредиты. Кредиты промышленным предприятиям. Промышленные предприятия нуждаются в модернизации. Постоянные. Причем речь идет не только о нефтегазовой отрасли, которая уничтожается украинскими беспилотниками, но и о металлообработке, о нефтегазовой промышленности. А тут получилась такая двойная история. Санкции сейчас сделали невозможным покупку европейской химии, технологии, станков. Вынуждены искать пути параллельного импорта. Параллельный импорт дороже. Значит, удорожалась существенная модернизация. Под это нужны кредитные ресурсы. А банки кредитуют под более высокие проценты. В связи с тем, что Центральный банк поднимает ставку. Все это, конечно, вымывает уже не просто прибыль. Оно забирает и оборотные средства предприятий. Соответственно, например, на 2025 год пересмотрены прогнозы по росту промышленного производства в России с 7% этого года до 2% в 2025 году. Причем рост в этом году обеспечен в первую очередь ростом военно-промышленного комплекса. А там тоже история закончилась тем, что проавансированы из Фонда национального благосостояния российского ВПК в объеме нескольких триллионов рублей в начале года. А там на 80% были проавансированы военные закупки. Все, это плечо уже закончилось. Этот ресурс уже пробежался через коррупционные схемы, через поднятие зарплат в отрасли, через по цепочке разгонку инфляционных процессов. И все, и деньги закончились. Теперь, если вычесть из промышленного роста все, что связано с ростом военно-промышленного комплекса, мы уже увидим падение и российского промышленного производства, и российской экономики. В Саудовской Аравии устали ждать, пока цена нефти вернется к неофициальной цели в 100 долларов за баррель. И больше не хотят просто терять долю рынка. Королевство намерено уже с декабря наращивать добычу и готово мириться с более низкой ценой. Но вот для России это ведь означает падение доходов. В то же время в бюджете на 2025 год расходы на войну увеличивают на 22%. Скажите, возможно ли это? И что будет с одним из главных для Российской Федерации источников доходов нефтебизнеса? К сожалению, санкций, которые работают, оказалось недостаточным в нефтегазовой сфере. Причин тут несколько. Первая причина – это то, что боясь глобального дефицита, а в связи с тем, что Европа стала меньше закупать российских и нефти, и нефтепродуктов, и газа существенно. Причем в газе практически отказ от покупок газпромовского газа. Куда переключилась Европа? На поставки из Соединенных Штатов, из Катара, из Ближнего Востока. А Ближний Восток традиционно поставлял и жиженый газ, и нефтепродукты в Индию, в Азию, в другие азиатские страны, в Китай. Соответственно, если Ближний Восток ориентируется на Европу, возникает дефицит у Азии. Азия переключается на Россию, и такой мировой консенсус был, что нельзя полностью вводить эмбарго на российские поставки, чтобы не допустить такого дефицита тотального на международном рынке. Но азиатские страны сполна воспользовались этой ситуацией, даже не ожидая price cap, ограничения по цене на российскую нефть марки Урлс. Они стали требовать скидок. Индия рассчитывается в рупиях, а не в долларах за нефть. Китай получает практически 30% скидку на российскую нефть, нефтепродукты. Вот, пожалуйста, результат. Россия уже де-факто зарабатывает существенно меньше. Если Саудовская Аравия увеличивает добычу и предложения на мировом рынке, конечно, это поддерживает низкий уровень цены, но, конечно, это дает возможность и Индии, и Китаю переключиться от покупки рисковых российских энергоносителей на саудовскую нефть, как минимум. Почему российская нефть является рисковой? Ну, в первую очередь, потому что она транспортируется тем самым ценевым флотом, который не страхуется международными компаниями, страхуется ингосстрахом. Что, собственно, не страховка с точки зрения мировой страховой индустрии. И в связи с тем, что в любой момент этот самый нефтяной транспортный флот может столкнуться с ограничениями, например, в Датских проливах, а большая часть поставок идет через Балтийское море, может столкнуться с проблемами и прохода через территориальные воды Сингапура. В общем, есть масса причин, которые говорят о том, что российская нефть на мировом рынке после решения Саудовской Аравии в объеме может существенно сократиться. На самом, кстати, на внутреннем рынке в России бензин дорожает, несмотря на то, что мировые цены падают. Но в связи с тем, что дороже переработка и нет возможности обновлять и модернизировать производство, и большая часть производства разрушена. Например, на 908 бензин на 15% за год повысились цены, что невероятно для России. И, конечно, крайне позитивно для обрушения российской экономики. Андрей, пару минут у нас остается эфирного времени. Такой вот показательный момент хотелось бы с вами обсудить. Из-за нехватки сотрудников в России начали закрываться пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов. Об этом Форс пишет, что и зарплату, мол, предлагают побольше. Но все равно найти людей задачи не из легких. Но это вот еще одна страничка о нехватке рабочих рук. Раньше было больше. Работников забирают на войну в Украину, естественно. Люди бегут из страны. Трудовых мигрантов становится все меньше. Какие ваши прогнозы относительно дефицита кадров в России? Напоминаю, у нас минута. От 4,5 до 5,5 миллионов нехватка трудовых ресурсов в России до текущего момента. Вопрос войны, страхов миграции, невозможности автоматизировать процессы, отъезд трудовых мигрантов из среднеазиатских стран, возвратных в растущую экономику Казахстана, Узбекистана. Все это приводит к тому, что Россия действительно и дальше будет требовать больше рабочих рук, но их не имеет. Значит, соответственно, и падение грузоперевозок, и сервисов, и экономики в целом. Еще раз повторю, что если очищать цифры, то российская экономика уже находится в состоянии стагфляции. То есть фактически она сохраняется, сокращается и растут инфляционные процессы. Стагфляция – это смерть для экономики в короткий промежуток, до 2026 года. Андрей, спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Спасибо за ваши комментарии. Андрей Длигач, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета, был на связи с нашей студией. Спасибо. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова